В Тимиртау стартовал командный чемпионат Казахстана по академической гребле. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Астаны, Туркестанской, Западноказахстанской, Павлодарской и Карагандинской властей. Соревнования идут на базе Тимиртауской специализированной детской и юношеской школы по гребному спорту. Академическую греблю называют самым изящным из искусств, симфонии и движения. Этим видом спорта занимаются как мужчины, так и женщины. Гребля учит практически всему – быть сильным и настырным, не останавливаться перед трудностями, а также ценить красоту. Ведь этот вид спорта – это прямая связь с природой. В городе Металургов стартовал командный чемпионат Казахстана, где спортсмены в нелегкой борьбе соревновались за призовые места. Всего сюда приехали около 150 спортсменов. Соревнования прошли на Самаркандском водохранилище. Как выяснилось, это единственное место в Казахстане, где мастера академической гребли могут соревноваться на дистанции более 2000 метров, как положено по прямой. В первый день чемпионата провели уже 8 программ. Так как в других городах развивается гребля, но там гребля идет не на прямой дистанции, где-то на 1000 метров, а где-то с поворотом. В 2022 году мы чемпионат Азии отгоняли в декабре месяце в Таиланде. У нас, если смотреть по юношам, то у нас 4 золота, 4 бронзы, а по взрослым, а там бронза. 1-5 июня 2023 года мы были в Москве. У нас получается 2 серебра. На данный момент у нас впереди предстоящее соревнование Азиатские игры. Чемпионат Азии до 18 лет и чемпионат Азии до 23 лет. Помимо того, на данной базе проходит республиканское первенство. Здесь еще готовятся к азиатским играм и чемпионату мира по гребле на байдарках и каноэ. Трое спортсменов Тимиртавской школы выступят на этих важнейших стартах года в составе сборной Казахстана. Тамерист Леуга Былова Николай Шевелев, 5 канал.